Большая честь быть здесь с вами сегодня и я думаю, что это хорошо, что это просто не аудитория прямо с улицы, потому что я, как вы, мои будущие коллеги российские, я чувствую, что я уже среди своих. И, кстати, если аудитория прямо с улицы, они чаще задают очень сложные вопросы любые, но я думаю, что вы тоже можете это сделать. Я работаю послом Финляндии в Москве уже четвертый год, три года уже прошло. Я начал свою работу 1 сентября 2016 года. До этого работал почти пять лет помощником нашего президента. И у меня уже более 20 лет работаю в системе нашего МИДа. Служил раньше в Москве заместителем посла. Тоже много лет занимался вопросами Европейского Зоюза в Плюсселе, пять лет там служил. А в Киеве на Украине работал. То есть это довольно так много. Пришлось работать и за пределами нашей страны. У нас такая традиция, что мы, как зима, каждый ноябрь мы приезжаем именно в Газан. У нас всегда большая бизнес-делегация. У нас в этот раз более 30 представителей разных компаний. И у нас это так называется деловая дипломатия, бизнес-дипломатия. Мы пытаемся активизировать экономические отношения между Финляндией и Республикой Татарстан. И я думаю, что в целом это очень успешно делается. И, конечно, мы очень рады, что мы получаем сильную поддержку со стороны администрации республики и особенно от вашего президента, господина Менганова. И я думаю, что у нас в целом очень хорошая погода для нашего сотрудничества. Я думаю, что я сначала немножко рассказываю о нашей стране, пытаюсь объяснить, почему Финляндия, именно Финляндия с таким прекрасной погодой, стала самой счастливой страной в мире. Рассказываю наши истории, немножко о том, как мы живем сегодня, немножко тоже расскажу о наших финляндско-российских отношениях. А потом я думаю, что у нас должно быть еще время для вопросов. Я очень жду вот этих ваших вопросов. Я всегда готов ответить на любые вопросы. Хорошо. Кстати, сначала такой вопрос. Я за вами. Кто из вас посетил Финляндию когда-то в жизни? Два, три, четыре. Ну да, но Альбина нет. Да, четыре. Ну да, я думаю, что это, да, конечно, наш уважаемый профессор. Но это есть, здесь очень хороший рынок для виз, потому что очень много пока еще не были. Но просто хочу сказать, что Финляндия и Россия, мы соседи, и это не просто какая-то, пустые слова, хороший показатель вот этого заседства, это то, что в Финляндии одна, в России в прошлом году мы выдали около 20% из всех шенгенских виз. Это очень большая цифра, это 700 тысяч виз, и это означает, что мы выдали больше, чем такие маленькие страны, как Германия, Франция, Италия. То есть это хороший показатель того, о чем мы говорим, что мы соседи. И россияне, самая большая группа туристов в Финляндии, которая есть, и это просто, конечно, понятно, у нас Санкт-Петербург рядом, у нас из Москвы шесть рейсов ежедневно, то есть мы очень тесно работаем, живем в этом мире, в Северной Европе. Да, теперь о нашем счастье. Да, по рейтингу исследований Организации Объединенных Наций мы уже повторно стали, нас выбрали по нескольким параметрам, что мы самая счастливая страна в мире. Я помню в прошлом году, когда мы первый раз вот эту позицию занимали, это, конечно, многие финны задавали вопросы друг другу, а зачем это правда ли? Ничего такого особенно хорошего, удивительного не произошло, но потом это повторилось, вся эта история. Я думаю, что... Но придется уже верить, что что-то есть, какая-то доля правды в этом рейтинге. Когда мы говорим о Финляндии, конечно, часто мы забываем о том, что страна была сто лет тому назад одна из самых бедных в Европе. Это мы не были обращены на какой-то успех. Это была, скорее всего, у нас была довольно сложная география, мы далеко от всего. Финляндия с точки зрения логистики и геополитики – это как остров. Это все зависит от этих внешних связей. У нас природных ресурсов каких-то особенных не было и нет до сегодня. У нас, кроме леса, я думаю, что если бы могли продавать снег, я думаю, что это был бы хороший экспортный товар, но просто рынок очень заполнен уже. То есть у нас другого варианта, как развивать нашу страну, чем ставить очень сильно фокус на людей, просто не было. И мы должны строить наше государство, наше общество именно исходя из этого. Да, здесь несколько таких базовых цифр. Мы – страна маленькая, население 5,5 миллиона. Территория относительно большая, хотя мы маленькая страна по сравнению с Россией. У нас все-таки мы знаем, что это значит, что это имеет большое расстояние, как это сложно в наших условиях, например, сохранять жизнеспособность каких-то отдаленных районов, как наладить инфраструктуру, все это остальное. Это мы довольно на основе нашего собственного опыта, мы довольно хорошо понимаем и российские реалии. Да, мы, конечно, по сравнению, мы богатая страна, но не самая богатая в мире. Мы на 21 месте, мы страна, которая, как я сказал, у нас каких-то лишних ресурсов нет, мы должны зарабатывать за каждую копейку, и вот какой результат мы получаем. Но в Финляндии очень много пресной воды, у нас больше озер, чем в какой-либо другой стране. И, конечно, ожидаемая проложительность жизни у нас высокая. И здесь такой очень интересный маленький факт. Финни пьет больше кофе, чем какой-либо другой народ в мире. Я думаю, что у вас, Albina, которая сидит в первом ряду, может стать свидетелем того, что Финни действительно много пьет кофе. И вообще, как правило, можно сказать, Финни ничего не делает до того, как он получает первую часку кофе утром. Это на 100% работает со мной. Кстати, в России тоже финское кофе есть. У финской компании, Паулик, есть, я думаю, что 20-30% из российского рынка кофе. Это уже производится или обжарится в России, но, тем не менее, это финская компания. Здесь несколько таких статистических показателей нашего успеха. Они разные, но я думаю, что только называю здесь несколько из этих, их больше. Я думаю, что мы всего занимаем либо золотое, сереброе или бронзовое место в очень многих рейтингах. Но Финляндия – это самое стабильное государство в мире. Это самое свободное государство мира. Это тоже самая безопасная страна мира. Но я думаю, что если взять эти три показателя в совокупности, можно сказать, что это самая вкусная страна в мире. Ничего страшного не происходит. Но у нас самая независимая судебная система мира. Есть, считается, лучшая в мире система общего образования. У нас мы очень много теперь работаем даже на экспорт этой системы. И это, конечно, у нас идет постоянная реформа. Мы понимаем, что, как я сказал вначале, мы понимали, что мы не можем, поскольку страна маленькая, народ маленький, мы не можем терять ни одного человека. Мы должны давать всем такое хорошее базовое образование, чтобы они тогда могли сделать такие продуманные шаги в своей жизни. Это самая грамотная страна мира тоже. У нас общая громадность уже, я думаю, что почти достигла 100% уже в начале прошлого века. То есть мы уже давно с этим занимаемся. Да, теперь немножко о нашей истории, потому что я знаю, что это не всем сразу известно. Я думаю, что нашу историю, современную историю можно, я не говорю о древней истории, современную историю можно разделить на три эпохи. И первая эпоха, это до 1809 года Финляндия была восточной частью Швеции. Это мы жили в одной кухне со шведами. Конечно, финны имели свой язык уже тогда, который очень сильно отличается от шведского. То есть у нас такой язык, мы вообще не входим в одну языковую группу, у нас очень большая разница. Но, тем не менее, мы жили вместе более чем 600 лет. И, конечно, все наши религии, традиции, такие основные ценности, понимание того, как работает, как должно работать общество, как мы должны относиться друг к другу. Это, конечно, все мы взяли в течение этих 600 лет. И, конечно, до сих пор шведский язык является вторым государственным языком в нашей стране. У нас меньшинство, которое говорит на шведском, это у них, как они носители языка, это первые языки, это их около 5%. Но они практически все наши шведоясечные финны, они двуясечные, то есть они почти одинаково хорошо говорят и на финском. Но это очень длительная часть нашей истории. Потом началась наша российская эпоха, когда Финляндия вошла в состав Российской империи. И это с года 1809 до революции, то есть до 1917 года. Это 100 с лишним лет, это была очень важная эпоха в нашей истории, потому что мы получили, создали в Финляндии автономию. Финляндия не была какой-то губернией Российской империи. Мы были, и даже мы не были части России самой, мы были. Финляндия была великое княжество финляндское, и царь российский для нас был великим княжем. То есть мне его не называли царем, скорее всего, мы говорили о великом княже. И уже тогда, в течение этих лет, сложилась такая система управления, что это была автономия, и эта автономия набирала вот такую свою идентичность в течение уже этих первых десятилетий. Была отдельная система для управления Финляндией. То есть мы доложили о наших делах напрямую царю, и он принимал решения, те, которые входили в его компетенцию. И все это делалось отдельно от всей остальной российской администрации. И в Финляндии мы получили свой первый парламент уже в 1863 году. Мы получили свою валюту, свою торговую политику. Там возникла и граница между Финляндией и Россией. То есть во очень многом мы очень сильно развита автономия. Можно так сказать, что некоторые финны, которые тогда жили, не считали, что Финляндия есть, это уже государство. Только такие исключения, что нет главы государства собственного, потому что это великий княж, который одновременно является российским царем, и нет собственной армии. Третья эпоха – это у нас независимость. Мы провосложили нашу независимость 6 декабря 1917 года, довольно быстро после совершения революции в Петрограде. Потом очень быстро, уже в январе 1918 года, началась у нас очень интенсивная кровавая гражданская война. У нас боролись белые и красные, как и у вас в российской гражданской войне. Но результат был другим. У нас белые победили, и они сформировали правительство. И у нас, конечно, вот очень многие из наших коммунистов, которые воевали с нашими белыми, очень многие из них, они убегали в Советскую Россию. Вот такая история была. Но мы начали строить наше государство, но потом уже через 20 лет началась Вторая мировая война. Мы с Советским Союзом воевали дважды. Еще одну войну воевали с Германией. То есть достаточно войн для маленькой страны. Три войны за эти годы. И, конечно, это было очень страшное испытывание. И, конечно, около 100 тысяч финнов погибли в этих войнах. Потом, после войны, мы восстанавливали свою страну. Это была очень бедная страна, поскольку мы воевали все эти годы. Очень много потеряли. Но, тем не менее, уже через 10 лет или даже меньше, уже первые Олимпийские игры были в Фельсинке. Потом мы постепенно, скажем так, усилили нашу позицию. Мы вошли в Организацию Объединенных Наций. А потом мы уже в 1995 году вступили в Европейский Союз. То есть вот эти три эпохи. Шведская эпоха, российская, а потом независимая. Здесь несколько, я не прочитаю все, но просто несколько примеров. У нас в Финляндии очень странно-демократическая. У нас, я думаю, что мы в мире вторая страна после Новой Зеландии, которая дала право голосования женщинам. И у нас, когда мы сформировали современный парламент, это уже более ста лет тому назад, это была самая демократическая система того времени вообще в мире. И с тех пор вопрос позиции или права женщин очень большую роль играет в нашем обществе. И теперь я думаю, что у нас, например, в нашем парламенте у нас уже даже больше женщин, чем мужчин. В правительстве у нас теперь уже есть баланс. То есть у нас этот вопрос мы всегда учитываем. И я думаю, что это хорошо, потому что это означает, что 100% из нашего человеческого ресурса работает в полном смысле слова. Здесь хорошие такие примеры. Вот в 1937 году приняли закон о народной пенсии. Но у нас с тех пор работает, но хорошо работает пенсионная система. Сегодня в Финляндии средняя пенсия. Если в рублях, это где-то 116 тысяч рублей. Это средняя пенсия. Бесплатные школьные обеды у нас начались уже в 1948 году. И здесь у нас мы очень гордимся с этими комплектами для мам. Я думаю, что в России уже в некоторых регионах тоже ввели такую систему. Это означает, что если в семье будет ребенок, государство отправит такой пакет всего необходимого. И обходимого. Там одежда, там обувь, там всякие нужные вещи. И каждая семья получает такой пакет. Или можно выбирать деньги. Но я, например, первый раз, когда у нас наш старший сын родился, мы выбирали вот пакет. И наш ребенок даже первые ночи после того, как вернулись домой, он спал на этом коробке. Это тоже специально сделано так, чтобы там можно спать. То есть такая система. Здесь несколько слов о нашем образовании. У нас, как и в России, мы очень высоко ценим наши библиотеки. Они работают по всей стране. Я думаю, что в Хельсинки только что в прошлом году открылась муниципальная библиотека. Я думаю, что и ваш президент, господин Миниханов, посетил это здание в конце прошлого года. Это называется ОДИ. И это уже выбрали лучшей библиотекой, новой библиотекой в мире. И это очень... Про эту библиотеку пишут Нью-Йорк Таймс. Это вообще всемирная история. Это очень передовая архитектура. Это как гостевая всего города. Если вы посещаете Финляндию, Хельсинки, обязательно надо посещать эту библиотеку. У нас бесплатное обучение для финнов на всех уровнях. У нас в вузах платных программ нет. Есть платные программы для иностранцев, но для финнов все образование бесплатное. Конечно, это не бесплатное, в том смысле, что там есть расходы, но это, конечно, насчет государства, то есть налогоплательщики платят за эти места. И у нас студенты получают пособия. И это, конечно, не очень много. Я думаю, что если мы зададим вопрос финским студентам, что получать достаточно ли денег, но, конечно, все отвечают, что нет. Но, тем не менее, я думаю, что это пока делает возможным то, что все студенты, несмотря на их социальное или экономическое положение, они могут себе позволить учиться. Здесь про наши отношения. Но я думаю, что хватит просто сказать о том, что у нас довольно сильный торговый оборот. Я думаю, что у вас оборот с Соединенными Штатами Америки где-то 20 миллиардов, у нас это почти 13. И Финляндия немножко поменьше, как страна, чем Америка. Финляндия самый большой иностранный инвестор в российскую экономику на душу населения. Мы проинвестировали 14 миллиардов евро. Китайцы, я думаю, что около 100 миллиардов. Но китайцев немножко больше, чем финнов. То есть на душу населения мы номер один. Про визы, я уже сказал, мы среди стран ЕС, самая большая. И, кстати, в этом году мы наблюдаем довольно сильный рост желаемых. посещать Финляндию, рост по визам до конца, где прятая, плюс 24%. Но я пока не ответил на вопрос, почему именно Финляндия самая счастливая страна в мире. Я думаю, что если очень глубоко думать об этом, наверное, такой очень важный факт в том, что уровень доверия в нашем обществе самый высокий в мире. То есть в основном люди верят, могут доверить друг другу, они знают, что ожидать от других, и в целом они верят, что общество более-менее справедливо. Это не означает, что нет проблем, что нет вот таких плохих сторон. Но это означает, что в целом уровень хороший, и люди себя чувствуют комфортно. Но здесь несколько разных, более легких версий из причин. Есть ход с палками, это скандинавская хорпа, финская танго, кофе, жарение сосиски, рыбалка, сауна. Кстати, у нас в посольстве 4 бани. И это тоже не случайность. У Финляндии есть 4 дипломатические представительства в России. Наше посольство в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге, тоже консульство в Мурманске и Петрозаводске. То есть это все наши очень близкие регионы России. И мы всегда готовы быть на связи. Можно следить за нашей деятельностью. Мы очень открыты. И вот работаем с многими вузами. И у нас тоже есть такая работа, потому что все студенты в Москве, которые изучают финский язык как главный предмет, их около 50, в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске и еще больше, они регулярно, мы проводим киновечер, в посольстве они имеют привилегированную ситуацию, они могут посмотреть финские фильмы бесплатно, там вот такая работа у нас идет, например. Я думаю, что мы на этом закончим. Спасибо.